Всем хай, ребятки, с вами Антон, и добро пожаловать в мой новый ролик под названием «Ответы на вопросы». Да, я возвращаюсь к старой рубрике, давно, кстати, её не было. Не знаю, почему, как-то не очень хотелось записывать видосы с вебкой, и просто как-то, бля, было лениво, что ли. И, кстати, хотел бы сразу извиниться за то, что не было видосов на моём канале уже порядка пяти дней. Связано это с тем, что я очень сильно уставал в школе, входил, так сказать, в ритм, и просто приходил домой, и хотелось только спать, типа делать уроки и спать, и расслабляться, играя в компьютерные игры, там, в ХС-очку и так далее, но не в Warface. Так что извиняйте меня, но с сегодняшнего дня я потихонечку вхожу в ритм, и обещаю вам, что буду и ваш видос через день, там, через два, как получится. В общем, всем приятного просмотра. Чуваки, теперь на новичках можно играть не только с халявными донатными пушками, но и с бесплатными кредитами. Для того, чтобы всё это получить, переходите по ссылочке в описании и крутите рулетку, которую вы получите пушки серии Magma, а также шлема из этой же серии, и дальше регистрируйте новую почту. Если у вас уже есть аккаунт в Warface, то не забудьте перед регистрацией из него выйти. А как же получить кредит, Антон? Всё так же очень просто. Заходите в игру и составите персонажа с первыми буквами MON в начале, чтобы я знал, что в этом меня. Дальше подкачивайте аккаунт той щитка с тремя полосками и заполняйте анкету, ссылка на которую будет также в описании. В ней вы должны будете написать свой ник и свою почту, куда, собственно, в течение дня и придут 100 кредитов. Даниил Морозов задал вопрос, стал ли ты более ЧСВ после аудитории в области Ютуба? На этот вопрос я отвечу просто. Я не стал никак ЧСВшнее, типа, какой я был до Ютуба, такой есть сейчас. Во мне вообще нет, вообще, вообще у меня в принципе нет ЧСВ. Только иногда я проявляю ЧСВ на РМках, когда меня какие-то там челы убивают. Я пишу им, типа, ебать ты, долбоёб, нахуй ты, типа, пикаешь. То есть я не понимаю логики игроков на РМе, когда они там просто, допустим, медик рашит там рельсы на окраине. Я, типа, не понимаю, нахуя он это делает, могу что-нибудь выпустить в чат, типа, ебать ты, долбоёб, нахуй ты рашишь за медиков соло, типа. Ну, что-то такое я могу выпустить, но именно на оскорбления личностные я не перехожу. Я не считаю себя прям супер ЧСВшным. Типа, у меня реально по факту нету ЧСВ, ну, правда. Слава, игрушка, задала интересный вопрос. Если бы позвали в лановый состав, пошёл бы, оставив монтера без игрока, или ты остался бы в своём составе с монтером и монти? Я так понял, что вопрос заключается в том, если бы у меня был состав с монтером, с монти ещё с кем-то, то кинул бы я их и пошёл бы в какой-нибудь лановый состав. А на этот вопрос я отвечу смело. Да, я бы кинул Толю с Яной и пошёл бы в лановый состав, так как Толя с Яной всё-таки не то, чтобы лановые игроки, а я всё-таки хочу развиваться в киберспорте, выходить на ланы. Как бы, это, ну, всем понятно, что, допустим, тот же самый Jetfire по уровню игры будет сильнее Толи, но именно по именгу не знаю, но по мозгам, по читке соперников на турнирах Jetfire будет посильнее. И типа Яна, ну, это игрок в мастер лиги никак не лановый, допустим, Яна и Медик. Ну, Яна хороший Медик, но не лановый, опять же. Так что я смело заявляю прямо, если бы, допустим, было бы... Фу, блядь, Гарик, ты заебал линять. Если бы был бы Варик пойти в лановый состав или же остаться в составе с Толей и Яной, я бы, конечно же, ушёл бы в лановый состав, и бы там перспективно много больше. Так что, ребятки, много вопросов про киберспорт, типа, почему ты не будешь участвовать в турнирах. Я на это ответить не могу, ну, типа, я знаю почему, причину, но не хочу её разглашать, но суть в том, что, грубо говоря, грубо говоря, очень грубо говоря, а Мэйл просто мне это запрещает делать. То есть мне, грубо говоря, грубо говоря, Мэйл говорит, либо ты занимаешься Ютубом, либо ты пиздуешь в турниры. Но так как с турниров PowerFace очень тяжело просто что-либо заработать и так далее, и, типа, ты тратишь, блядь, по 5 часов в день играя, там, какие-нибудь тренировки, праки, мясорубки в бага на игре, от которой у тебя горит жопа, и не факт, что ещё на этот план выйдешь, что-то получишь с этого, то, естественно, если выбирать между OpenCup и Ютубом, я выберу OpenCup. Ну, в любом случае, я бы очень хотел участвовать в турнирах PowerFace, потому что это, опять же, эмоции, я сто раз уже говорил, а эмоции это святое, типа. Эмоции, я считаю, это вообще главное в каждом человеке, ибо эмоции делают нас счастливее, веселее и так далее. Ваня задал вопрос, что я буду делать, что я буду планировать делать после школы, как её закончу. Я планирую поступить в университет. Скорее всего, это будет Миссис, кто знает, в Москве, но это не точно. Может быть, я, в принципе, вот этот год учусь в Москве, а потом уезжаю в Чехию, но это такой спорный момент. Но я, на самом деле, очень хочу уехать из России, вот не буду это скрывать. Но Ютуб-канал, я думаю, что я не брошу. Ну, посмотрим, как там, в принципе, пойдёт. Вот, как-то так. То есть, я не собираюсь не учиться в университете, потому что реально высшее образование, оно реально нужно. Вот прям вот, кто бы, что бы ни говорил, а высшее образование, оно всегда будет нужно. То есть, допустим, если у кого-то будет выбор, у работодателя будет выбор взять человека с образованием или без, естественно, он возьмёт с образованием. Так что его нужно получить, я считаю. А Олег, за этот вопрос, буду ли я брать интервью у OpenCupers? Скажу так, что я хочу, реально очень хочу. Я хотел взять, хочу до сих пор взять откровенное интервью у Леонида, Капитана Паники. Также я планирую, на днях, на днях планирую поехать к Буге записать интервьюшку. Так что ждите, ребятки, ждите, всё будет. Также, я думаю, можно ещё в какой-нибудь скопах взять интервью, но это не точно. Ну, типа, думаю, что у Jetfire точно можно взять интервью и так далее. С этих таких именитых игроков, думаю, они согласятся. Типа, все, кто в реках, думаю, мне не откажут, потому что я с ними прекрасно общаюсь. Ваня задал вопрос, с кем я больше всего общаюсь из OpenCup. Скажу так, что в основном я вообще ни с кем, в принципе, не общаюсь. Но так поддерживаю связь именно со Скором Лёвой, наверное, и Телчем, Димой Дрожкевичем. Вот с Jetfire также иногда переписываюсь. Ну, вот в основном с этими игроками я как-то общаюсь, потому что они не ЧСВ-шные. Я с ними знаком, типа, общался в реал-лайфе. Типа, с Телчем я вообще там очень не с Jetfire. Я с ними почти, как, почти неделю они у меня жили на даче. Не помню. Ну, типа, по-моему, два дня точно именно на даче жили. Не помню, короче, сколько они жили, так что с ними я вообще прекрасно общаюсь. И всё в этом ключе. А Тестемир или не... Ну, я не знаю, как правильное ударение оставить. Сори, братишка. Задал вопрос, где обычно тебе играть комфортно и с кем? Я не очень, на самом деле, понимаю этот вопрос. Но если говоришь про комфорт, у меня всё равно, где играть в Warface. Если, типа, либо дома, либо в компьютерном клубе. Мне даже комфортнее играть в компьютерных клубах, потому что там мощные компы. У меня, типа, комп, конечно, нормальный, но всё равно он не вытягивает иногда 144 фпс. И бывают просадки. Допустим, вот я играл в Bootcamp, когда был в составе Wallet еще. Мы играли в Yoti Arena Bootcamp. Там были компы 240 герц. Там был офигенный монитор. 240, логично, да? И фпс-ки было, типа, там под 200 и так далее. Вот мне там было очень комфортно играть. Единственный был минус, что там не было приложение Razer Stynapse, которое настраивало мои наушники от Razer на тот момент. И мне приходилось сыграть в наушниках Razer, но звук был у них, типа, такой сухой, к которому я вообще не привык. Вот, кстати, я недавно купил себя, не я купил, а мне подарили мои одноклассники. Ну, короче, друзья мои, вот, с 10 лет мы с ними общаемся. Подарили мне HyperX Cloud 2, кстати, коробочка стоит, если вы видите. Вот, и суть в том, что я первую неделю вообще нихуя о них не слышал. Вот я такой сейчас начинаю что-то в них слышать. Типа, я так привык к Razer, и так они мне казались охуенные, что клауда на их фоне были такой помойкой, но сейчас к ним привык. И мне кажется, что клауда по звучанию все-таки получше, чем Razer, но все равно Razer, которому сейчас уже где-то 5 лет, как я их купил, они до сих пор пиздаты. Типа, я прям не хотел даже их менять. Я думал вообще сдать наушники и сказать, типа, друзьям, сори, но я что-нибудь лучше другое куплю, спасибо за подарок. Но, вроде как, привык, они мне полностью нравятся. Кстати, лайк, загарик, он, да, я тоже уснул под мои слова, пиздец, я его бужу как-то, я обглажу. Вот, как-то так, так что мне вообще пофигу, реально, вот с кем играть и где-то, типа, я одинаково комфортно себя чувствую. Главное, чтобы были свои девайсы, типа, не было там мышки какой-нибудь другой, допустим, я играл на компьютере у Толи, у него мышка FK1, по-моему, зови, и мне было некомфортно на ней играть, потому что у нее другая форма и так далее. Если мне дать все мои же девайсы и посадить за любое другое место, они будут абсолютно поебать, вот серьезно, типа, я такой человек, что мне все равно абсолютно где играть, с кем играть, во что играть и так далее. Кирилл задал вопрос, много ли времени я уделяю школе? Ну, смотри, у меня, ну, вот, расписание у меня устаканилось, у меня 4 дня в неделю 7 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков. Я сейчас учусь в 11 классе, кто не знает, и, получается, у меня уроки начинаются в 8.30, заканчиваются в 15.05, если 7 урок, получается, сколько это, бля, лень читать? Помню, 7 часов я в школе провожу где-то так, потом еще уроки где-то, типа, часа 2, то есть 9 часов в день, думаю, что выделяю, но, блядь, я уроки не очень, чтобы делать, потому что мне так похуй, типа, вот, не знаю, мне по все время так поебать на учебу стало, просто хочется стать ЕГЭ и пойти в Уник уже, блядь, на платку и, типа, не потеть над ЕГЭ на 100 баллов, потому что я ебал, типа, лучше бы накопить денег, ебать, и пойти на платку, чем год ебстись с этими ЕГЭ-репетиторами, на которых ты сольешь, блядь, хуй бы тучу бабла, блядь, еще неизвестно, нормально. Так что, как-то вот так, но в школе я уделяю много времени сейчас. Ну что ж, а на этом все вопросы, которые я посчитал интересными, подошли к концу, спасибо огромное за просмотр, ставьте люкантропусы, да, Гарик? Ставьте люкантропы, блядь, вот, ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал, с вами был Антошка, всем пока!